Вторую беседу я хочу провести о церкви. Первое, что я хочу сказать, и это мне кажется очень важным моментом, это то, что Христос сам лично ничего не написал. Евангелие, которое у нас есть, это память церкви, память самых ближних его учеников о том, что они пережили, чему они научились, общаясь со Христом. Но Христос не оставил за собой книгу, как оставляли многие другие учители. Что же он за собой оставил? Можем ли мы быть уверены в том, что он говорил, чему он учил, каков был его образ? Да, мы можем. И мы можем это сделать гораздо лучше, чем если была бы у нас книга, которую мы читали бы, и в которую мы вчитывали бы то, что нам хочется в ней увидеть. Как мы это постоянно делаем, когда мы читаем произведения разных писателей. Мы видим себя в них и воспринимаем книгу только в размер своего понимания. Христос книги не оставил, но оставил живое общество, которое называется церковью, и которое его лично знает. Я говорю знает, а не только знало, потому что из столетия в столетие все те, которые стали верующими, это люди, которые встретили так или иначе Христа, и которые могут повторять слова апостола Иоанна в одном из его посланий, когда он говорит, мы вам говорим о том, что наши глаза видели, что наши руки осязали, что наши уши слышали. Мы говорим о том, что для нас абсолютно несомненная реальность, потому что в пределах нашего опыта. И это из столетий в столетие случается с бесчисленным количеством людей. И нам надо помнить, что церковь – это не общество, которое соединено, как говорится, в катехизисе, только общностью таинств, обществом догматической веры, обрядами и так далее. Всё это, конечно, есть в церкви и является составной как бы частью его, но в церкви есть сердцевина другая – встреча. Встреча лицом к лицу со Христом. Это может быть потрясающая встреча. Она может произойти из-под воль, еле-еле заметна. Но она всегда должна существовать для того, чтобы человек мог сказать «я верующий». Но тут есть момент, который мне кажется очень важен. Как вера, то есть этот опыт встречи со Христом, невыразим. Сказать то, что случилось, невозможно. Можно только передать на человеческом языке то, что доступно нашему языку, нашему восприятию, и что можно передать. Я вам скажу откровенно, может быть, не кстати, то, что со мной случилось. И потом перейду к вопросу о том, как вера может найти себе выражение. Я родился до Первой мировой войны. Мой опыт жизни заключает все трагические годы России и заграничную жизнь эмиграции. Обстоятельства были такие, что я церковного или даже просто христианского учения никакого не слышал. Когда мы оказались в эмиграции, я был живущим в закрытой школе, выходил из неё только на несколько часов воскресенья. Тогда было не до того, чтобы меня учить. Тогда меня надо было утешить, обрадовать. И поэтому я о Боге никаких понятий не имел. Я знал, что мои родители верят в Бога, но больше этого я ничего не знал. И так длилось довольно долго. Я поступил мальчиком в русскую организацию молодёжную. Там был отец Георгий Шункин, о котором я говорил в прошлой беседе, который передо мной открыл таинство всепобеждающей любви. Любви, которая может ликовать или которая может быть крестной мукой. Но это я воспринял только как его личное непонятное мне свойство. А потом прошли годы, о Боге я слышал, но не интересовался им. И вот раз было так, что во время игры ко мне, как к другим мальчикам, лет четырнадцати, подошёл наш руководитель и нам сказал, вот, ребята, мы пригласили священника с вами провести беседу, потому что наступает Страстная Седмица. Идите в зал. И мы все отказались. Я в том числе особенно. Потому что другие были сколько-то церковны, а я никакого представления об этом не имел. И я ему ответил, что я ни в Бога не верю, ни в священников не верю, и что никакого желания не имею идти и чему-то учиться, что мне не нужно ни на что. Руководитель мой был умный. Он мне не сказал о том, что вот, тебе будет так хорошо для твоей души. Я ему скажу, у меня души нет, и поэтому мне и не нужен ваш священник. Он мне сказал, знаешь что, ты себе представляешь, что разнесёт по Парижу этот священник, если никто из вас не пойдёт на его беседу. Я тебя не прошу слушать. Пойди, сядь в угол и думай свои мысли. Я подумал, ну хорошо, из лояльности к организации этого я могу сделать. Пошёл, сел в угол и собирался думать свои думы. Но к своему несчастью, а может быть и к счастью, оказалось, что этот священник говорил слишком громко. И он мне мешал думать. А то, что он говорил, меня начало возмущать в такой степени, что я стал прислушиваться. Он уговорил о Христе. Нас тогда готовили к тому, чтобы с мечом в руках возвратиться и спасать Россию от большевизма. А он плёл нам о смирении, о терпении, о скромности, о всех добродетелях, до которых нам никакого дела не было, потому что никакой пользы не принесли бы нашему делу, как нам казалось. Я слушал с возрастающим возмущением. Когда он кончил свою беседу, я на поле игры не вернулся, а помчался домой и попросил мою мать мне дать своё Евангелие, потому что мне хотелось проверить. Я помню, как я ей сказал, я хочу это проверить, потому что если в Евангелии сказано то, что этот батюшка говорит, я кончил с Богом, кончил со Христом и выкину свой крестильный крест. Я начал читать. Нет, раньше, чем читать, потому что я был мальчиком разумным, я вспомнил, что батюшка нам говорил о том, что есть четыре Евангелия, из чего я заключил, что одно Евангелие должно быть короче других. И если уж терять время на чтение Евангелия, давай-ка прочту самое короткое. И тут я попался. Попался не батюшке, а Богу, потому что я начал читать Евангелие от Марка, которое было предназначено для таких мальчиков, как я, дикарей. Я начал читать. И между первой и третьей главой, которую я читал медленно, потому что я не привык к устаренному языку, к устаренному языку даже русского перевода, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, перед которым я читаю, стоит живой Христос. Я его не увидел, я не обонял ничего, я не слышал ничего. Я откинулся на своем стуле, смотрел и убедился в том, что это не видение и не галлюцинация. Это была совершенно простая уверенность, что он тут стоит. И я тогда подумал, если это так, то всё, что сказано о нём, должно быть правда. Если он умер и теперь живой, значит, он тот, о котором он говорил отец Сергий. Я начал читать Евангелие, уже в разбивку, и обнаружил несколько вещей, которые меня тогда особенно поразили. Я привык к тому, что жизнь я рассматривал как джунглю. Всякий человек был для меня опасностью, врагом. для того, чтобы выжить в этой джунгли ранней эмиграции, надо было окаменеть, надо быть, стать твёрдым, непроницаемым. И вдруг я вижу, что в Евангелии от Матфея сказано, что Бог светит свой свет и на добрых, и на злых. Я подумал, если он любит добрых и злых, и если я хочу быть с Богом, то я должен тоже начать любить не только добрых, которые меня любят, которые ко мне хороши, но и злых, которых я так боюсь, и которых до сих пор я так ненавидел. Я подумал это и решил, хорошо, что бы мне люди ни делали, для того, чтобы остаться со Христом, я буду любить. Пусть они хоть меня кипятком ошпаривают. Я все равно не откажусь от этой любви. Это первое мое впечатление. И на следующий день, когда я вышел на улицу, я смотрел на толпу людей, которые мчались, которые мчились, которые мчались на вокзал, мы тогда жили за городом, и думал, Бог их всех сотворил, Он всех любит, и я всех буду любить. Это было мое первое впечатление. И этого выразить я не могу. Я могу вам описать вот в таких бедных словах то, что было, но то, что произошло в моей душе от того, что вдруг я оказался лицом к лицу со Христом, я никаким образом вам передать не могу. Что же это значит? Это значит, что вера, по слову апостола Павла, это уверенность в вещах невидимых. Христа я не видел, но я его встретил. Я абсолютно тогда был уверен, и до сих пор, почти через 80 лет, так же уверен, как вот тогда. Но мне пришлось потом выражать свою веру, передать что-то. И много лет спустя мне в руки попала книга святого Макария Египетского, где он делает различия между опытом веры и выражением её на словах. Он говорит, представьте себе, что вы лежите в челноке, который несёт река или море в тёмную ночь. Вы лежите, над вами бездонное небо, звёзды, светит луна, а вас качает вода, качает море. И вы тогда всем существом переживаете это убаюкивание, а потом начинается отлив, и челнок ваш садится на песок. В тот момент вы уже не чувствуете этого убаюкивающего качания челнока. но в вашем всём существе оно продолжает существовать. Вы знаете, что оно было, и вы всё ещё чувствуете его в себе. И вот это момент, когда из опыта веры мы можем перейти в её выражение. Мы можем тогда начать говорить о том, что мы пережили всем телом, всей душой. И вот это очень важный момент в церкви. Все апостолы, все святые, все грешники, которые когда-либо прикоснулись даже до края Ризы Христовой, могут сказать, в тот момент что-то со мной случилось, в тот момент я что-то пережил, я что-то прочувствовал, я вам могу каким-то образом попробовать передать косвенно. А что значит косвенно? Мы все умеем говорить, но передать. Как мы можем? Неужели человек просто поверит мне или кому-нибудь из вас, потому что мы скажем, вот это со мной случилось. А может врёшь? А может ты ошибаешься? А может тебе показалось? Как это можно объяснить? И вот тут мне вспоминается рассказ из Евангелия о том, как Христос явился десяти своим ученикам после своего воскресения. Иуда уже умер, а Фомы с ними не было. Они встретили Христа и возликовали о том, что он жив, что смерть над ним не имела власти, что он победил зло, смерть, что победа принадлежит ему. А потом пришёл Фома. Христа тогда с ним не было. С ними не было. И они начали рассказать о том, что мы видели воскресшего Христа. Он накинул взором и ответил, если я не положу пальцы своего в его раны, не поверю. Почему? Потому что, глядя на них, он увидел, что с ними ничего решительного не случилось. Они ликовали, да, но остались теми же самыми учениками, которыми они были раньше. Преображения в них он не увидел. Это преображение случилось позже, когда они приняли дар Святого Духа. Он не мог поверить им словам, потому что в них он не увидел решительной и решающей перемены. Когда он сам встретил Христа, он сам изменился, и он поверил. И вот это случается с нами постоянно. Разница между нами грешниками, которые иногда светим малым светом, ну, как свечка может гореть на чердаке, или между святыми, которые сияют, как святой Серафим Саровский воссиял перед лицом Матавилова, разница, конечно, колоссальная. Но если человек может увидеть какой-то свет, то он может поверить нашему слову. Если он, глядя на нас, увидит, что мы не как все люди, что из нас льется свет вечной жизни, тогда он может поверить. Один из западных святых говорит о том, что разница между неверующим и верующим такая же колоссальная должна бы быть, как разница существующая между изваянием статуей и живым человеком. Статуя может быть прекрасна, она может быть прекраснее всякого человека, но она остается деревом или камнем. А человек может быть и невзрачен, но в нем есть что-то, что сияет божественным светом. И вот он говорит, что когда неверующие встречают верующего, они должны бы остановиться и воскликнуть. Что случилось? Я ожидал встретить статую, а передо мной статуя, которая ожила, она живая, она движется, она мне передает нечто, чего я никогда в ней раньше не видал. И вот это существо церкви в личности каждого человека, в мере его приближения к Христу, приобщения к Христу, принятия Святого Духа и неверующим, чуждым человеком. Но чуждый человек тоже является человеком в полном смысле слова. Это человек, который как сухие дрова ждет момента, когда искра падет, и он сам загорится. Это не человек, который обесчеловечен своим неверием. Это человек, который не нашел еще полноты жизни. И нам, верующим, нам, которые встретили Бога и Христа, надвижить таким светом сиять, излучать такой свет, необязательно слепящий, может быть, тихий свет, свечки малые, которые заставили бы человека сказать, нет, в этом человеке есть нечто, чего никогда раньше ни в ком не встречалось. Это существо церкви, это ее настоящая природа, а церковь тогда делается тем, чем она по существу является, телом Христовым, то есть продолжением через тысячелетия и века воплощенного присутствия Бога, плотью Сына Божия и присутствием Святого Духа. Это явление Христа, это явление Святого Духа, это явление вечной жизни, это место, где Бог и человек соединены воедино, это место, где Бог может встретить чуждого до сих пор ему человека, и это самое чудо этой встречи. Вот чем является церковь. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...